Традиционная встреча керавництва в области и актива областной организации Белорусского союза войны в Афганистане все лета некольки изменила формат. И она отбылась не в официальных кабинетах, а в музее обороны Брестской крепости, что не выпадково. Сегодня на войнах-интернационалистов складается великая задача – принять от ветеранов Великой Отчинной войны эстафету патриотичного выхования молоди. Ветераны войны уходят. Наша задача, самое главное, это то, что мы должны, как бы, по флаг военно-патриотическому воспитанию у них принять из их рук. Я считаю, одним из более важных моментов в воспитании нашей молодежи – это воспитание патриотизма. Поэтому, естественно, что воины-афганцы, они являются носителями этого патриотизма, и они, безусловно, могут передать чувство патриотизма нашей молодежи. Поэтому, естественно, что их вклад в воспитание молодежи, он может быть неоценим. Мы это понимаем, поэтому, естественно, стараемся, во-первых, с ними работать, а во-вторых, и решать их проблемы. Воины-интернационалисты, как люди военные, великих пытаний упереду ладами не ставят. И тем не менее, в силу взрослого, а самому молодому афганцу сегодня 49 годов, возникают проблемы и со здоровьем, и с санаторно-курортным лечением, да и бытовых хапае. И все частей воины-интернационалисты вознимают пытание вертания хотя бы часткового и льгот, яких гены были позбавлены 10 годов тому. Пытание, якое сегодня повинно разглядаться на узровне законодавства. Все зависит от того, как мы будем жить, поэтому, если экономически состоятельная страна будет богаче, будет страна, то, естественно, и можно рассматривать эти вопросы. Треба сказать, что уже зараз в Украине плануется почать подрихтовку проекта новой редакции закона об ветеранах. Что касается законодательной базы, то да, надо вопрос решать, и конкретно мне даже, я активно принимаю участие и борюсь за то, чтобы статус воина-интернациониста был приравнен к статусу ветерана. Плануется, что депутаты парламента до разгляда нового документа приступить в 2019 году.